наш эфир продолжает программа час ивана денисова здравствуйте он здравствуйте сергей здравствуйте уважаемые слушателям не знаю настолько левая демократическая партия сдвинулась влево что остались ли там умеренные демократы но если остались то как они себя чувствуют да это такое трагикомическое явление на самом деле но показательное для сегодняшних событий прежде всего в западном мире наш реалий пока оставлю отечественные хотя тоже если вы проведете аналогии с историей то увидите прежде всего довольно таки интересные параллели именно с тем что происходило в советском союзе времен сталинских репрессий например и так благодарю полина волкова за помощь подготовки выпуска и перехожу собственно говоря к тому о чем в прошлый раз мы не успели поговорить но на самом деле история получает пока продолжение и встает с актуальны и так как все мы с вами знаем в той ситуации которая складывается в определенный момент в любом обществе когда идет очень сильное распределение на условно говоря правых и левых уж давайте будем этой прибегать к классификации то всегда есть люди которые себя позиционируют как центр и если для большинства граждан которые политикой не особенно интересуются как бы понять центр это в общем ну наверное вполне объективно и вполне вполне объяснимое вернее понятие да и то если поговорить с такими гражданами то выяснится что они совсем не в центре то для тех кто так или иначе связан с идеями с политикой или с культурой или с чем угодно здесь неминуемо наступает момент когда понятие центра но перестает иметь вообще хоть какой-то смысл то есть очень любимый маной образ который я же по-моему приводил это ричард уивер философ консервативный он американский он говорил что никто не ведет машину посередине проезжей части потому что понятно к чему это приведет и то же самое борьбе идей вы не можете ставить себя в над схваткой вы не можете грозить пальцем и тем и тем и вот говорите вот я отсюда беру тут у левых у правых беру тут вот это мне нравится это не нравится это заверните это оставьте но не бывает так даже если вы не соглашаетесь какими-то установками но вы занимаете определенную позицию и в этом плане люди так или иначе связаны с наукой культуры и так далее но ни для кого не секрет и мы об этом тоже говорим часто что они занимают позиции левые но очень любят так время от времени показать что ну вот нет мы вот не такие уж левые мы разумные либералы мы умеренные левые и вот когда наши братья по разуму если таковой здесь присутствует слишком далеко заходят вот мы им погрозим пальцем мы скажем ай-яй-яй так себя вести нельзя именно это мы с вами увидели но сначала на а теперь уже позапрошлой неделе когда появилось письмо в журнал harpers подписаны довольно таки внушительным составом там всех я конечно не буду вам перечислять вы можете посмотреть их фамилии есть там люди талантливые есть люди отвратительные есть люди которые действительно иногда интересные вещи высказывают так или иначе но которые остаются повторяю еще раз левыми прогрессивистами практически все но по крайней мере кого я знаю а и то что очень многие этому письму обрадовались ну что в том числе и консерваторы что посмотрите как образумились они поняли что вот теперь-то по их друзья зашли слишком далеко и они будут осуждать слева радикализм на мой взгляд это письмо абсолютно трусливая лживая отвратительная вещь а по какой причине да я прекрасно понимаю что когда сами левые начинают между собой выяснить отношения это всегда хорошо но если вы его прочтете то да там есть правильные слова о том что вот нынешняя это cancel culture как угодно называете что она приводит к тому к запы к тому что запрещают людей к травле к отсутствию нормальной дискуссии да все хорошо но посмотрите на все письмо в целом а кто враги подписантов левые нет враги это дональд трамп который главную угроза демократии как мы теперь выясняем после того что происходило у нас последний даже не месяц а несколько месяцев когда трамп как к нему не относись но не по ходу пандемии не по ходу беспорядков не выводила никакого уж совсем жесткого и охватывающего всю страну особого режима но он все равно у нас угроза демократии и какие-то опять загадочные правые демагоги ультраправые и так далее то есть почитаешь письмо покажется что последние месяцы безобразничали эти самые даже годы ультраправые вообще творили все что им хочется а вот теперь активизировались ультралевые поэтому не надо уподобляться ультраправым ну и бред ведь именно про это письмо этому письму и посвящено и более того если опять же вы его прочтете но я уверен что вы читали я имею ввиду внимательно прочтете то вы увидите что авторы письма они в общем-то не столько даже озабочены самой вот этой вот культурой и запретом попробую так перевести сколько тем что это усилит правых опять же то есть перед нами такая классическая абсолютно левая схема что правые консерваторы это люди второго сорта конечно же от них только вред и поэтому они пытаются здесь такую совершенно утопический идеальный левый мир создать где вот есть радикальные левые которым надо да грозить пальцем и говорить что вот так себя вести нехорошо и есть вот они мудрые всезнающие элитарные интеллектуалы которым конечно же лучше знать как вот этот самый прекрасный мир должен выглядеть то есть правые вообще исключаются из какого бы то ни было дискуссионного поля а главное это чтобы никто не трогал их вот это вот самую группу элитарных мудрых левых то есть это типичная трусость повторяя потому что эти люди боятся не за американскую и да и не за мировую там есть люди живущие за пределами соединенных штатов хотя по моему уже нет по моему все же что-то переехали а так вот для них важно не повторяю еще раз не спасается западную ладно не американскую демократическую систему а спасти себя в рамках этой системы чтобы не трогали их то есть то что свое время да такая как хотите вот как перестройка позднесоветская или почему я сослался на сталинские времена сами помните когда всех этих пламенных коммунистов хватали и ставили либо к стенке либо отправили в лагеря они все были уверены что это все какая-то ошибка это все не так и просто товарищ сталин не понял их реальную любовь коммунизм то же самое здесь они немного истории все-таки знают хотя делают из нее неправильные выводы но один вывод они сделали если почти правильный по крайней мере разумный что себя надо защищать и они вот пытаются сейчас это сделать я полагаю что сочувствие консерваторов они не заслуживают да повторяю можно похвалить замечательно грызите друг с другом сколько хотите но если смотреть на их взгляд на систему то повторяю еще раз но не так сильно они отличаются от погромщиков просто погромщики говорят открыто мы вас убьем мы вас уничтожим а вот эти вот самые умеренные либералы они говорят ну мы хотим чтобы вас не было или чтобы вы стали такими же как мы тогда может быть мы с вами поговорим поэтому повторяю еще раз уже третий раз да но тем не менее письмо отвратительные и то что там кто-то уже начал отказываться говорить что я вообще-то не хотел что я совсем не то имел ввиду эту помощью говорил или говорила даже не как назвать транс автор поэтому здесь в русском языке всегда сложно кто-то уже начал стучать на подписантов на что а знают ли мои редакторы сайта вокс на что такое что там кто-то и глессиас насколько я помню мы это глессиас тоже такой довольно отвратительный товарищ подписал это письмо насколько я помню он его подписал и так далее и тому подобное в общем мы видим то что мы видим опять они здесь они передрались а вывод какой вы точно простой письма такие они только для того чтобы попробовать спасти себя и для того чтобы почувствовать себя опять же хорошо от полюбоваться собой в зеркале сказать какое письмо я подписал или подписала или подписало в зависимости от того кто этот подпись поставил а и все если эти люди действительно хотят вернуть нормальную дискуссию то скажем прямо им надо переходить в консерваторы очень просто оставаться в центре в такой ситуации сейчас невозможно поэтому либо вы с левыми с левыми и признаете что они вас рано или поздно уничтожат так или иначе либо заставить чтобы уничтожали своих же не обязательно в прямом смысле это может быть и через прессу это может быть как угодно сейчас способов очень много либо вы действительно пере пере переходитесь к консерваторам которые борются за свободу слова даже иногда в ущерб себе на самом деле ну на эту же отдельная тема и когда Рассел Кирк противоречивая фигура но здесь его стоит вспомнить еще в пятьдесят пятом году написал что либерализм как таковое все прекратился и что те кто себя называет классическими либералами они им самое время перебираться в консерваторы и все лучшее что было в либерализме приносить туда а вот либо опять же объединяться с левыми как видите было сказано еще тогда но вот сейчас по прошествии скольки шестидесяти пяти лет это стало еще более актуальным другого варианта нет и когда Берри Уайс уже на прошлой неделе ушла из Нью-Йорк Таймс и написала письмо где в котором перечисляются все проблемы Нью-Йорк Таймс которые мы с вами на самом деле знаем и без нее и знаем уже очень давно потому что Нью-Йорк Таймс ну я понимаю что это уже избитый вариант но никуда не денешься там и симпатии про Гитлера писали и симпатии про Сталина писали и Кастер говорил что он получил свою работу благодаря Нью-Йорк Таймс и можно это продолжать но вот тем не менее Берри Уайс она вдруг очень удивилась что оказывается в Нью-Йорк Таймс-то левые более того что эти левые ее травят травят несогласных что Твиттер стал уже главной цензурой для Нью-Йорк Таймс и своего рода редколлегией новой и я конечно же сочувствую тем более что Берри Уайс она ну вот из тех кто иногда пишет вещи разумные даже несмотря на то что в прошлом с Гаоретт сотрудничала тем не менее опять она что не знала куда она идет она не читала то что пишут про Нью-Йорк Таймс и уже очень давно консервативные обозреватели да нет наверняка знала тем не менее она туда пошла она в этой газете работала она кстати подписала и вот это самое письмо в Харперс и вот теперь вдруг она сталкивается с тем что оказывается вот такая вот ситуация это знаете тоже кстати человек которого я не люблю комик и ведущая Билл Марр когда он еще окончательно не полевел у него была шутка она грубоватая и даже я бы сказал грубая но я ее приведу в каком-то его стендапе старом было что когда проктолог вдруг удивляется а почему вокруг меня одни задницы то это очень странно потому что он сам выбрал себе такую работу то же самое когда Берри Уайс вдруг поработав в Нью-Йорк Таймс задается примерно таким же вопросом только в более литературной форме то естественно недоумение у любого разумного читателя а собственно говоря чего вы ждали от своих сотрудников у них это в крови леволиберальные издания значит они так себя и будут вести и то что может сейчас они просто стали более нагло травить своих потенциальных консерваторов ну Нью-Йорк Таймс у них всегда был какой-то такой ну не всегда даже я думаю где-то наверное с Уильямом Сафайром был такой штатный консерватор что называется честно говоря это был человек обычно просто связанный с республиканской партией и занимавший такие достаточно умеренные позиции тот же Сафайр замечательный автор спичрайтер Никсона но не сказать чтобы человек сильно из консервативного движения потом вот Брэд Стивенс который там по-моему до сих пор работает был очень разумным автором но помешался на ненависть к Трампу и порой сейчас выдает тоже лютую совершенно ахинею ну теперь видим да что им даже такие условные консерваторы не нужны и что они в Нью-Йорк Таймс стараются подобных граждан выжить и уничтожить окончательно Берри Вайс это поняла опять что она будет делать дальше я не знаю учитывая что у нее вроде бы здравый смысл все-таки есть и даже несмотря на подписание письма про которые у меня нет никакой симпатии но может быть мы ее увидим все-таки в каком-нибудь консервативном здании в ближайшее время главное чтобы она осталась чтобы она была все-таки консерватором а не пыталась туда что-то такое левое привносить кто ее знает теперь посмотрим на дальнейшее развитие событий очень может быть лучший вариант что мы столкнемся с каким-то новым вариантом неоконсерватизма именно что все эти люди ну не все но какая-то часть этих людей не только подписавших письмо а просто демократов чернокожих разочарованных в демократах и еврейских активистов и представителей еврейской общины что может быть действительно они перейдут в стан консерваторов главное чтобы они все-таки поняли что такое консерватизм потому что неоконсерватизм сейчас не будем углубляться был он положительным явлением или нет но тем не менее достаточно много хорошего сыграло хотя и минусы были как сейчас поведут себя эти люди какой выбор они сделают это целиком и полностью на их совести но во многом от этого будет зависеть и американская культура которой я так восхищаюсь если они останутся в плену своих иллюзий и будут и дальше искать этот мир умеренных либералов все будет плохо если они с опаской но тем не менее уйдут в консерваторы надежда есть поэтому я вот на этой надежде и закончу если Сергей что-то добавит с удовольствием передам ему слово абсолютно с вами согласен единственное я послушал выступление Берри Вайс по поводу ее еврейства почему она еврейка мне это было очень симпатично справедливое замечание по поводу того что а что же она ожидала ну может быть надеялась что изнутри как-то сможет поменять несколько ситуаций может быть такой идеалистический подход а я имею ввиду ее работу в Нью-Йорк Таймс ну и конечно откровенное письмо которое на факсу обсуждалось и в соцсетях обсуждалось довольно громко и широко но масс-медиа как бы не заметила этого не заметила все прошло мимо ну а зачем им у них свои игрушки что там Трамп сказал куда он посмотрел или куда он не посмотрел что там да Берри Вайс заблудшая душа по их мнению да и что касается неолибералов всякий раз вот иногда вдруг останавливаешься на этом на этом термине либералы то есть люди которых мы сейчас в Америке называем либералами к либерализму не имеют ни малейшего отношения это тоталитарная секта такая и антилибералы на самом деле и являются злейшими врагами либерализма как такового но уж как-то им удалось хайджекнуть этот термин и мы их называем поэтому иногда иногда путаемся когда вы говорите о истинных либералах или о либеральном движении и вы представляете так сказать оригинальных либералов а у нас перед глазами стоят назовем их так неолибералы те которые к либерализму не имеют никакого отношения кроме как ненавидят либерализм совершенно верно есть это различие классический либерал современный либерал но учитывая что те кого вы совершенно верно охарактеризовали как представители тоталитарной секты они какие только там не использовали там были прогрессисты или прогрессивисты должны как правильно это по-русски да 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 на либералов века да и кто-то там в основном эти два термина ничего не могу сказать но где-то с 50-х наверное до годов они уже полностью вцепились в либерализм и постепенно слово это полностью и извратили знаете у Джеймса Бернаман кстати который вообще начинал как троцкист но потом стал видным деятелем консервативного движения вовремя как раз прозрел у него была в одной из книг такая пирамида я ее сам люблю использовать когда он показывал как меняется либерализм это 4 понятия по-английски тут на русских два очень похожие это freedom и liberty мы понимаем freedom как личная свобода liberty как свобода от каких-то ограничений и посягательств власти так вот он писал что если изначально либерализм выстраивал приоритеты это liberty freedom peace justice justice имеется ввиду именно social justice да то есть какая-то уравниловка то повторяю еще раз liberty freedom peace justice да мы поняли то современные либералы это в точности наоборот то есть насаждение уравниловки под лозунгом социальной справедливости первое а свобода уже на последнем месте хорошо иван давайте мы сделаем небольшой перерыв послушаем рекламное объявление после чего вернемся обязательно продолжим возвращаемся в программу час Ивана Денисова телефон в студии по-прежнему 847-400-5200 если есть вопросы пожалуйста звоните если нет вопросов то перейдем к следующей теме поговорим о верховном суде и о личных данных президента решения да совершенно верно у нас верховный суд он остается постоянно в центре внимания на самом деле и хотя порой заключения там такие что их можно истолковывать абсолютно как угодно и вообще разобраться что хотели сказать судей довольно сложно кроме одного вы знаете кого и на нем я сегодня опять сосредоточусь но вот прежде чем перейти к достаточно быстрому разбору тех самых дел про финансовые дела Трампа я вам напомню что очень скоро верховный суд опять может стать даже хотя он насколько я понимаю сейчас вот-вот закрывается на лето и так у него более длинная работа из-за эпидемии но вот опять судья Гинсберг на химиотерапии и опять она уверяет что это не повод чтобы она уходила в отставку я тоже уже в тысячный раз говорю что пускай лечится и выздоравливает но вообще человеку в ее возрасте в независимости от пола кстати который уже много лет периодически чуть ли не каждые полгода проходит лечение химиотерапии это очень изматывает ну к сожалению я знаю что химиотерапия делается людьми и таким людям ну принимать важные решения точно не стоит по целому ряду причин хотя бы потому что даже самый острый ум а я не очень высокого мнения про ум судья Гинсберг но это мое мнение тем не менее даже самый острый ум под таким воздействием сильных препаратов а там явно сильные препараты раз они и помогают но он не может нормально работать извините ни за что не поверю в обратно и что мы получим уже осенью перед самыми выборами это неизвестно но мы можем опять получить ситуацию шестнадцатого года на самом деле так вот ну теперь к делам как все вы знаете когда речь заходит о верховном суде я всегда ссылаюсь на судью Томаса и в этот раз не исключение хотя опять пошли слухи о его отставке и всякие такие слухи я воспринимаю с содроганием потому что он ну тоже конечно человек не очень молодой но вот его заключения они несмотря на его опять же не столь юный возраст они как раз все лучше лучше четче и четче и подробнее других объясняют и раскрывают суть проблемы я бы вас отправил к его мнению по делу об абортах потому что это недавнее совсем про клинику это вообще образец того как объяснить почему это право вымышленное а не прописанное в конституции и как Томас это объясняет это просто феерия ну вот тем не менее мы говорим с вами о делах Трамп против Венс и Трамп против Мазерс которые связаны с тем что должен ли президент предоставлять свои финансовые дела либо определенному большому жюри в Нью-Йорке либо палате представителей либо кому-то еще судьи как-то так выстроили свое заключение что вроде бы президенту это надо делать но что при этом нынешние требования они особенно это касается дела Трамп против Мазерс недостаточно четко прописаны и поэтому президент может свои даже должен свои дела предоставлять только если будут очень четкие какие-то формулировки то есть практически Трамп это может на самом деле истолковывать как свою победу ну вот напрямую сказать все завтра все представить этого суд не сделал но что Томас написал в своих заключениях а он оба раза был против потому что по его мнению суд неправильно трактует разделение властей он пишет в своем заключении по делу Трамп против Венса что складывается такая ситуация когда создается не очень хороший прецедент если суды начинают дергать президента по абсолютно любым делам то они его естественно отвлекают от работы президент эта работа достаточно ответственная президент так или иначе должен иметь дело с огромным количеством информации с огромным количеством документации в том числе с той документацией которая так или иначе является секретной и которую он не может разглашать если же суды начинают его обстреливать повестками и требованиями явиться предъявить то-то предъявить все это объяснить то-то и так далее и тому подобное то открывается такой если угодно ящик пандоры и президенту любому не обязательно даже трампу но скорее всего республиканскому как все мы понимаем придется не столько заниматься своими делами непосредственными сколько вот решать вопросы с судами посылать им что-то судиться выяснять судами отношения и так далее и тому подобное чего в общем-то президент делать на самом деле не должен что касается второго заключения Трамп против Мезерс то здесь Томас пишет что когда палата представителей начинает посягать на документы президента то она опять же нарушает существующий порядок потому что да есть определенный механизм при котором палата представителей какие-то комитеты имеются ввиду конечно же могут потребовать доступа к делам администрации но этот механизм называется импичмент и все что не подлежит не подпадает под импичмент здесь извините руки палаты представителей связаны затеяли процедуру импичмента пожалуйста просто так чтобы досаждать президенту извините это в ваши функции не входит далее Томас проводит интересную параллель с британским парламентом потому что считается что вот у британского парламента власти больше и британский парламент может там затребовать почти все что угодно и Соединенные Штаты ну как говорят некоторые юристы это своего рода преемник британских систем что говорит Томас что с одной стороны безусловно мы американцы многое чего переняли у британцев однако что касается функций парламента они извините у нас разные и если в Британии да действительно у парламента практически нет ограничений парламент превыше всего то у нас есть конституция которая четко объясняет что делает власть исполнительная что делает власть законодательная что делает власть судебная и таким образом когда палата представителей вдруг начинает вести себя как некая инквизиция и устраивает какие-то дознания следствия просто потому что ей этого хочется то это есть нарушение принципа разделения власти потому что это не судебная власть это власть законодательная это есть нарушение традиции И Томас в своем заключении очень длинную историческую справку приводит. Я уж, конечно, не буду ее воспроизводить. Там называет дела, на которые он ссылается и так далее. Так вот, что традиция существует такая, что Палата представителей действует только в рамках Конституции. И, следовательно, извините, только в рамках импичмента во всех остальных делах у вас руки связаны. Поэтому красивая фраза, правда, слово «inquisition», оно, конечно, может переводиться не как «инквизиция», а как «дознание». И, скорее всего, Томас именно его имел в виду. Но вот как он использовал в последних строчках своего заключения, там действительно на русском языке получается вот такой двоякий смысл. Что Палата представителей не имеет никакого права устраивать общенациональное дознание или общенациональную инквизицию, если хотите. Очень хорошее предложение, очень хорошая формулировка. И Палата представителей действительно стоит иметь это в виду. Ну, а всем нам стоит, еще раз повторяю, надеяться на то, что судья Томас все-таки останется. В Верховном суде еще, ну, как минимум, на четыре года. А вообще, чем дольше, тем лучше. Томас Совэлл, которому в прошлой неделе мы отмечали, даже две недели, 90-летие, у него здравый смысл «Будь здоров», многие молодые позаимствуют. Ну, вот пусть и с Томасом будет то же самое. Пока повторяю, при всем моем уважении к Алито и к Надежде на Горсача и Кавана, хотя они уже нас подводят периодически. Робертс, видимо, уже не наш. Но пока по-прежнему Томас – это главное. Даже когда он в меньшинстве, все равно его заключения – это те, на которые всем нам так или иначе надо ориентироваться. Ну, вот здесь я прервусь, потому что третий сегмент, мне бы хотелось на нем поподробнее остановиться. А если Сергей что-то добавит, с удовольствием передам ему слово. Прежде чем, ну, вот у нас есть звонок, давайте попробуем принять только очень быстро, пожалуйста. Здравствуйте. Вы знаете, вот я, как и многие, в общем-то, считаем, что республиканская партия, ее элита в Конгрессе, в Сенате работает недостаточно эффективно. Но в то же время, когда говорят, что они вообще ничего не делают, у меня такое впечатление, что это большое преувеличение. Я слежу постоянно за тем, как они голосуют по разным вопросам и так далее. В общем-то, достаточно много читала по истории нашей страны. И всегда оппозиция, как бы, она более активна, потому что ее видно, они нападают. А для того, чтобы сохранить консервативное, так сказать, положение, это намного сложнее. Это невиданная работа, но это как вот здоровье. Когда все хорошо, то его не чувствуешь. И когда начинаются проблемы, вот тогда начинаешь ценить вот это вот. Какое ваше мнение? Спасибо большое. Да, спасибо вам. Я считаю, что республиканскую партию критиковать надо в любом случае, но только, естественно, с консервативных позиций. Потому что, да, республиканская партия, она так или иначе связана с консервативным движением, это безусловно. Но ожидать, что она во всем будет выполнять консервативную установку, к сожалению, нельзя. Да, увы, есть целый ряд сенаторов, конгрессменов, которые либо очень озабочены тем, как бы им сохранить свои места, либо очень озабочены тем, как бы им угодить демократам. Это безусловно. И, конечно же, критика, повторяю еще раз, должна быть. Но когда мы с вами сталкиваемся с ситуацией выборов, то тут я ни в коей мере опять не пытаюсь повлиять на выборы, но не остается других вариантов. Либо мы соглашаемся с тем, что республиканцы, с которыми мы, как консерваторы, можем спорить, считать, что они недостаточно активны, попадают все-таки, получают большинство, либо демократы, с которыми мы не согласны вообще. Как говорил Никсон, пусть лучше у нас будет республиканец, который ошибается в одном, чем демократ, который ошибается во всем. Поэтому, да, стоит, наверное, отмечать какие-то положительные моменты в республиканской партии, но она должна быть в постоянном напряжении, я считаю. И это напряжение должно идти именно справа, чтобы республиканская партия не двигалась слишком к центру и не слишком сотрудничала с демократами. А так, да, назначение судей, усилия по проведению программы президента экономической, например, здесь, конечно же, мы должны помнить, что, да, это старания республиканцев. Борьба с Китаем по противостоянию ему – это тоже, прежде всего, республиканцы, поддержка Тайвана и так далее. Контакты с Израилем – это тоже республиканцы. Поэтому, да, мы их критиковали, и я лично, и буду критиковать, но когда надо выбирать, то республиканцы. Третью партию сейчас создавать смысла нет. Ну и прежде чем мы перейдем к последней теме сегодняшнего дня, коротенькое сообщение о том, что Национальная футбольная лига прогнулась перед фашистами и объявила о том, что на каждой игре над американским флагом будет развиваться флаг БЛМ. Да, если вы считаете, что этот флаг, он очень похож на коммунистические флаги, то это действительно прискорбный момент. Ну а теперь о радикалах 60-х и о погромах 2020-х. Да, как раз вот вы подвели нас к этой мысли, что вот подобные действия, они указывают на то, что какую-то временную победу, пусть не такую серьезную, но победу эти самые радикалы одержали. Потому что не так давно, здесь я опираюсь прежде всего на статью Эндрю Маккарти, хотя не только его большего прокурора, юрист опытного и человека, который разбирается, естественно, в системе юридической, он собрал данные по духовным отцам, некоторым, конечно же, их гораздо больше, увы, в современных левых погромщиках, и мы видим, что все упирается в 60-е. Ну вот давайте я вам назову несколько имен. Билл Айрс, Бернардин Дорн, Кэти Будина, Сьюзан Розенберг. Что их всех объединяет прежде всего? Прежде всего их объединяет то, что они террористы. Вы знаете, Айрс, он вообще как колобок ото всех ушел, и когда его омерзительные дружки бомбу собирали и подорвали, к счастью, себя же, его там не было. И когда пришла пора отвечать, то из-за того, что действия ФБР были признаны не вполне законными, то обвинения против него, этих его ветеорологов в Эзе Андеграунд, они все были отвергнуты. Его, эта спутница жизни Дорна, ее все-таки посадили на какое-то время, но, тем не менее, не так долго, как нам хотелось бы. Розенберг, Будин, они тоже террористы, они участвовали в убийстве полицейских, и более того, полицейский один был чернокожий, это дело 1981 года знаменитое. При этом Будин, она вышла в последний день президентства Клинтона, нет, это не Будин, это Розенберг, прошу прощения, Будин вышла в 2003-м, и таким образом они все опять на свободе. Но, что самое главное, где они все оказались после того, как они вышли на свободу, или вообще не попадали в тюрьму, и что их всех объединяет, они все преподают. Я понимаю, это очень дико звучит, что люди, которые убивали, которые собирали бомбы, и которые восхищались убийством беременной женщины, Шерон Тейт, это Бернардин Дорн, что эти люди учат молодых американцев, учили, и, по-моему, продолжают учить. Ну, это факт. Более того, тот же Айрс, он еще и у него диплом по педагогике, по education, что-то там такое. Поэтому, когда мы смотрим на образовательную систему и удивляемся, откуда, вот вам все они. Когда мы удивляемся, а почему, собственно говоря, полиция бездействует или валится на колени и все такое прочее, а посмотрите, кто стал губернатором, хотя до губернатора ведь может дойти, окружным прокурором в Сан-Франциско. Будин-младший Чеса, которого назвали в честь Джессики Чеси Маранажа Асата Шакур, тоже ведь террористка, до сих пор скрывающаяся на Кубе, и когда его мамашу, то есть Кэти Будин, отправили в тюрьму, она отдала сына на воспитание Айр Суидорн. Ну, вы понимаете, кого они воспитали. Сейчас Будин борется с расизмом, а именно делает все, чтобы не работали законы по борьбе с уличными бандами, и он прилагает все усилия к тому, чтобы... Сейчас, как там эта формулировка такая очень путанная. В общем, на основе полицейских, которые были замечены в расизме, нельзя возбуждать никакие дела. При этом расизм может быть не только сознательный, но и несознательный. Что такое это, я не знаю вообще, как это понять. Какой-то бессознательный, несознательный расизм. Но адвокат грамотный может почти любое дело под это подогнать, как вы сами понимаете. Поэтому не удивляйтесь, что мы видим с вами беззаконник, когда такие окружные прокуроры. Ну, я уж не буду говорить о том, кем был Айрс в свое свободное время, кто был его большим другом где-то с 90-х годов. Был там такой начинающий, никому неизвестный комьюнити-агонайзер, по имени, вы догадались, Барак Обама, который в Айрс успешно продвигал. Но это вы, впрочем, и без меня знаете. Это известная история. Даже хотя Обама пытался дистанцироваться. Но то, что они сидели в одном фонде, такой Чикаго-Анненберг-челлендж, который занимался финансированием разных левых дел, ну, против этого не отвертишься. А они там сидели оба. Там много людей, конечно же, было в его руководстве. Ну, и в частности, они. И что касается Розенберг, которую, кстати, посадили даже не за то, что она участвовала в убийстве, в том ограблении и убийстве, в связи с тем, что у нее нашли взрывчатку и оружие. И после своего выхода из тюрьмы, да, она, как я уже сказал, преподавала. Но сегодня она в таком заведении, такой организации, как Thousand Currents. Если вам кажется, что эта организация знакома, то вполне естественно. Эта организация, опять же, занимается финансированием разных левых организаций и левых дел, там, как это называется, Agendas, да, и так далее. И самый известный их получатель фон, грантов, это Black Lives Matter, тоже, я уверен, вы уже поняли. То есть, видите, естественно, свободу слова – это хорошо. Естественно, надо всех стараться относиться к оппонентам с уважением, я об этом говорил в первой части. Но когда это не оппоненты, а когда это люди, которые хотят вас уничтожить, а мы видим, что они хотят уничтожить американскую систему, американскую историю, и американцев тоже, то тогда меры, увы, следует применять самые суровые. И когда, да, я возвращаюсь в незапамятные времена, но это неизбежно, то, что сенатору Маккарти, естественно, я к нему возвращаюсь, и Комитету по антиамериканской деятельности, Палата представителей, разные, еще раз напоминаю, вещи, не дали в свое время свое дело довести до конца, мы за это теперь отвечаем. В 50-е годы, да, левые присмирели, их прищучили. Но вот когда в 60-е они полезли наружу, не без помощи Верховного Суда, кстати, либерального, не без помощи многих других политиков, то, что они остались безнаказанными и попрятались, вот теперь мы сталкиваемся с плодами их деятельности. Яд в мозгах молодых людей, или напрямую через тех людей, которых я назвал, или через их учеников и так далее, яд в мозгах служителей закона, руки которых скованы такими вот окружными прокурорами, как Будин-младший, который, кстати, еще и был советником Чавеса, забыл это упомянуть. Вот мы это и получили. И как с ними бороться в рамках закона все сложнее и сложнее, но бороться надо. И в ноябре, опять, я ни в коей мере ни к чему вас не призываю, но у вас будет шанс с ними побороться, по крайней мере, при помощи избирательных бюллетеней. Иван, давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте, добрый день к вам. Добрый день, Сергей. Здравствуйте. Вот я вчера прогулялась по сайту Black Lives Matter. Там обозначено, когда зайдешь на этот сайт, Global. Далее я так быстренько за 30 секунд. Нажимаешь на донат, ну, конечно, донаты касовать не надо. И мы находим удивительный сайт, который называется ActBlue. Что вы видите? Там же onesecret.org. Мы идем дальше. Go to search. Нажимаем на ActBlue. Далее summary. То есть вот эти вот донаты наши идут на summary. Вы открываете там полная развертка, куда идут наши деньги. За два месяца они собрали вот этих донатов Black Lives Matter. Мы ведь туда зашли, правильно. Почему мы оказываемся там на третьих сайтах? Вот интересно. Они собрали миллиард за два месяца. И что вы думаете? Все до копейки. Вот в их отчете за этот месяц. То есть вернее май 31 там указано. Вот этот миллиард уходит. Куда? Смотрим. На компанию Байдена. И первое место, удивитесь, Бенни Сандерс. Вы представляете? Я не удивился. Далее идут три человека. Сейчас я вам вопрос задам. Три человека. Там написано Emmy for USA и Питер. То есть еще входят в их список два кандидата. И удивительно, все белые. У меня вопрос. Почему пожертвования, которые обозначены там целый список, куда они пойдут для поддержки бедных, черных семей, они все до копейки распределены, там написано, на компании. Это серьезно. Это вы зайдите, пожалуйста, и проверьте. Иван, у меня вопрос. Это считается мошенничеством? Или вот что нам с этим делать? Мы, как общественные организации, можем подавать в суд на это мошенничество? Или что вообще? То есть нас вот на виду всех обманывают? Они на виду всех отчитываются? Вопрос понятен. Давайте попробуем ответить, поскольку стоит полминута. Ну, обращать на это внимание надо. Да, вы можете, наверное, подать в суд. Хотя вам нужен, наверное, будет очень сильный адвокат, чтобы это четко сформулировать. Но то, что это мошенничество, это безусловно, но это с самого начала всем понятно, что это мошенничество. Так называемое от отмывания денег. Так, якобы дается на благие цели, а на самом деле... И вообще, я не знаю, какой здравомыслящий человек не видит за тем, что происходит, политической подоплеки. Все, что происходит, с одной единственной целью. Это выборы, это избавиться от ненавистного левакам президента. Вот и все. Иван, огромное спасибо. К сожалению, времени больше не осталось. До встречи в следующий раз. Спасибо вам. До встречи.